Начинаем мой влог. Столько выпитой кока-колы, как в этом отпуске, я не пила никогда. У каждого контент-мейкера должен быть свой контент-мейкер. Фанель я дала о себе знать. Плакать хочет. У вас можно прийти. Ищу выход. Всем привет, начинаем мой влог. И я сейчас сижу в аэропорту Вены. Мы с моим молодым человеком летим в отпуск на Пальмаде, Майорку. Мы там уже были, и в этот раз мы летим в то же самое место. Но я думаю, что это будет так же круто, потому что мы уже совсем другие, мы изменились, и это будет незабываемо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Мы наконец-то добрались. Еле нашли выход с аэропорта. Сейчас ждем наш автобус для того, чтобы забраться до нашего города. Он называется Санта-Понсо. Там просто невероятная красота. И не сильно много туристов. Вот. Жара неимоверная, если честно. Субтитры сделал DimaTorzok Мы на месте. Там уже вид на море. Сейчас идем заселяться в наш отель и сразу прямиком купаться. Ну что ж, мы уже идем на пляж. Даже заселились. Вообще отлично, комфортно. Очень крутой персонал. Прям понравилось. Это бассейн на крыше нашего отеля. Посмотрите, какая красота. Это просто что-то невероятное. Какой закат. Просто завораживает вид. Волшебно. Всем доброе утро. Мы сейчас на завтраке. Вчера мы заселились. Сходили вечером на море. После чего проверили бассейн. У нас на крыше на отеле очень красиво там. И сходили в Макдональдс. Что могу сказать по поводу Макдональдса? Он тут вообще ни о чем. Очень странная подача еды. Кока-кола без крышечки, без трубочки. Пить ее невозможно. Если он попадает в рот. В общем, мы поставили этому Маку-2. Сходила, сделала себе капучинка. Сделали мне яичницу, любимую с помидором. А Артем себе взял фрукты. И тоже капучинка сделал. После завтрака мы вернулись в номер. Я сейчас сижу на балконе. И просто остатаюсь видом. Такая красота. Кактусы просто огромные растут. Солнышко светит. И пахнет морем. Сходили уже на пляжик. Загорели. Нормальненько так. Пользовались массом для загара. Вау, как тут красиво с фотками. Мы сейчас идем в супермаркет. Купить себе какой-нибудь еды. Потому что у нас в отеле включены только завтраки. Мы уже сходили на море. Позагорали, покупались. Вода просто волшебная. Где-то градусов 28. Просто супер тепло. Я в этот раз решила рискнуть. И купила масло для загара. Но у нас есть пиэф. И я скажу так, что для первого раза результат мне прям супер понравился. Я не сгорела. Хотя думала, что сгорю. И прям не нравится. Поэтому будем смотреть, как дальше будет идти в загар. Сейчас буду вам показывать, какие виды нас окружают. Просто невероятная красота. Я соскучилась за морем. Я наслаждаюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! С другой стороны пляж получается. Мы аж вот там дошли сюда. Не знала даже, что тут есть такой заливчик. Домик красивый. Да-да-да, туда пойдем потом. Да-да, что-то мы точно так же сходим. Красиво. Тут люди йогой занимаются. Дошли к какой-то палке. В прошлый раз, когда мы приезжали, людей было намного больше. Сейчас вообще настолько тихо, уютно. Много испанцев. Отдыхаешь. Смотри, как у газов. Перевези камень. Сейчас август, и на самом деле удивительно, что людей так мало. Мало туристов. В основном одни испанцы. Я тебя поправлю. На самом деле с аэропорта было много людей, но именно здесь удивительно меньше. Потому что мы были в июне, по-моему, 4 года назад. Было тут понасыщеннее. Да, потому что очень многие останавливаются в Магалуфе. Но на самом деле в Магалуф намного грязнее, чем в Санта-Понсе. И намного больше людей там. Поэтому рекомендуем ехать сюда. На Майорке, кстати, я думаю, тоже прикольный отдых. Но там больше для тусовок, мне кажется. Потому что тут именно прям курорт на Санта-Понсе. И в целом на Майорке в центре очень много людей. И что мы туристов. И мне кажется, не так спокойно. Но это место прям очень крутое. Мы были тут 4 года назад. И оно сейчас для меня открылось вообще совершенно по-новому. Я другой человек. И в целом место как-то приобретает вообще другую значимость абсолютно. Нет, это в Магалуфе. Че это? Ну, то есть. Тебя не пить на руси. Coca-Cola! Original! Нет. Coca-Cola Light! Coca-Cola Original! Coca-Cola Se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Мы пошли на завтрак и спонтанно решили, что мы едем в центр Пальмы. Мы хотим зайти в магазин очков. Выбрать и Артёма, и мне. И, конечно же, полюбоваться этими видами. Я вас беру с собой. Будем наслаждаться вместе. И, конечно же, полюбоваться этими видами. Ну что, мы уже приближаемся к центру, к нашему местоназначению. Пошли налево. Пошли. Очень всё в милых, уютных улочках. Хочется рассматривать абсолютно каждый уголочек. Всё очень сильно вдохновляет. Особенно вот эти вот окошки милые. Вся Испания выглядит вот так. Куча байков. Очень много соборов красивых. Такая архитектура. Такая архитектура. не знаю что может быть лучше идти по берегу море с невероятным видом просто наслаждаться этим воздухом очень не классное состояние тут расслаблено и спокойно прям настоящий отдых короче чтобы подойти к собору теперь нужно идти через парковку потому что там идет реконструкция и все обставлено невозможно прийти ищем выход слава богу хоть есть указатель и слава богу выбрались парковки невероятно красиво сейчас будем подниматься по ступенькам очень жарко спасибо дорогой наверно плюс 35 тонн ступеньки камушки аж все блестят и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, Луи Виттон Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Движемся дальше Очень вдохновляет это место Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Буквально немножко отходишь от центра ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чаёчек Стаканчики для водички Холодильник Это наш зеркальный шкаф Развесили наши вещи Телефон, чтобы звонить на рецепцию И тут у нас получается как туалетный столик, но я им не пользуюсь Дальше мы выходим сразу на балкон Утоакой вот у нас вид у нас второй этаж получается и видно другой отель. Кстати, очень даже симпатично. Там сразу спускаемся и идем на море, но я вам потом покажу дорогу. В целом вот такая обстановочка. Сейчас буду показывать вам наш бассейн на крыше. Очень там красиво, особенно когда закат просто вау. Так, мы выходим из лифта, и тут есть скайпул. Поднимаемся. Сразу уже осуществляется жара. Вот такой руд. Там море и сам бассейн. Просто невероятно красиво встречать закаты. Я вам вставлю вставочку, как это выглядит. Ваши варианты. Что тут происходит? Я решила отпарить платье. И это самый крутой лайфхак. Так что, вот так вот. Пять минут оно повисело, и уже ровненькое. Лайфхак, девочки, в отпуске, если у вас вдруг нет утюма. Доброе утро. Мы уже выходим на пляж. Сейчас хочу вам показать, как мы к нему добираемся. Мы живем на первой линии. Это супер близко и комфортно. Сейчас я вам покажу дорогу. Вот это наш отель. Мы спускаемся вниз по дороге. Очень вовремя решила снять. Возят мусор. Да, шляпу взяла. В общем, мы спускаемся, спустились. Вот там вот мы сейчас перейдем дорогу, и сразу уже пляж. Супер комфортно и очень близко. То есть дорога к пляжу вообще не занимает много времени. Особенно, когда ты уставший после этого солнца. Можно быстренько прийти в номер и охладиться. Так, зашла вам сделать видеообзор. Тут спортзал. Я, если честно, думала, что тут будет побольше тренажеров. Ну, вот так вот выглядит. Артём ждёт. Так, раздевалки. Бассейн. Тут есть сауна. Я так понимаю, что сюда вообще никто не ходит. И там кабинеты просто для массажа. На улице сауна. Вот так, да, на улице сауна. Тут у нас просто лобби отеля. Там мы поднимаемся в наш номер. Ну, здесь всё так симпатичненько, уютненько. Людей на самом деле вообще супермало. Туристы почти все европейцы. Очень спокойная атмосферка тут. Мы сейчас начнем ресторан кушать испанскую еду. У меня началась аллергия на солнце. Я сочусь. Заказала себе кока-колу, церо и пасту с морепродуктами. А Артём заказал себе пить. Сейчас, по ним, то есть, тарелка просто невероятно огромных размеров. Я не знаю, что я как-то съела сама. Потому что Артём не ест морепродукты, но выглядит, и факт, просто невероятно. Вот, чтобы вы понимали, это моя рука, а это размер тарелки. Пицца Артёма. Скажешь потом, как тебе? Я съела половину. Всё, это капец. Минимум две бутылочки коколы, потому что очень концентрированный соус. Прям насыщенно ощущаешь вкус. Дала Артёму чуть-чуть попробовать, у него сочувся стресс. От того, что у него непереносимость на морепродукты. И просто я кинул эти макароны, чтобы они даже не лежали на этой тарелке. Я не знаю, как это все есть самой. Супер, 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 супер. Вот такая пачка. Просто небольшие цепи. Пахнет не знаю. Ты сидишь кори? Да, целый бут. Ты не могу. Пахнет. Пахнет вкусно. Пахнет вкусно, но целую пачку надо. Чем тебе? С шоколадом. Мы сейчас идем в очень крутое место, где мы были 4 года назад. Боже. Если честно, купаясь на этом пляже с этими же видами, не было такой сильной ностальгии, как сейчас. Потому что то место мне прям запомнилось. С той стороны был наш отель. И просто настроение слушать песню Дуалипы, One Kiss. Эта песня дарит мне по сей день очень-очень классное настроение. Это место просто с невероятнейшей красотой моря. И там прям очень так красиво все фотогенично по инстаграмному. Я взяла себе металлический купальник с такими очками. Вдохновилась Ким Кардаши. В общем, очень сильно уже хочется там поснимать. Но нам будет невероятно сложно подниматься, потому что это подъем в гору. Я в рубашке с длинным рукавом, потому что у меня очень сильно обострилась аллергия на солнце. И приходится так сейчас спасаться. Но это того стоит, я в этом уверена. Там будет очень круто и классно. Так, мы на месте. Красиво как! Кайф! 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 Это просто невероятная красота, мне кажется, этого места вообще не найти на картах, если просто не ходить, не исследовать каждый уголок этого города, но это просто бум, я в шоке, там такие фотки получились, это просто вау. Но в целом само место такое мощное, энергетическое, что аж плакать хочется от увиденного, очень сильно вдохновляет, я просто в шоке. Но в целом я могу заявить, что это самая опасная фотосессия в моей жизни была только что, потому что эти скалы, они очень страшно, по ним забираться, залазить, если нет специальной обуви, это просто нереально. Но фотки, какие получились фотки и видосы, и видосы, это просто что-то, я подобные картины видела, наверное, только в каких-то журналах или в инстаграме у супер-супер-супер популярных блогеров. Ну это так красиво, капец. Я просто невероятно довольна, меня это зарядило очень сильно. У каждого контент-мейкера должен быть свой контент-мейкер, и в моем случае Артема это мой контент-мейкер. Я просто тебе вызвала благодарность за то, что ты вообще помогаешь мне в этом во всем. Конечно, а кто еще? Кто еще? Да, если не ты. Но, знаешь, видеть кадр это тоже важно, потому что они у всех получаются. Вот так, мы довольны, идем в номер. Хотели сегодня пойти на ужин, но мы настолько сильно устали и настолько жарко, что не знаем, пойдем или нет. Посмотрим. Кстати, зацените аллергию. Просто топчик у Артема тоже начинается. Завтра, наверное, мы первый раз не пойдем на море, пойдем с утра на бассейн, в шезлонг. И под зонтиком. И под зонтиком, да. Чуть-чуть. Чтобы себя поберечь. Выхожу на связь. Что вчера произошло? Мы вчера сходили в то место невероятное, красивое. И пришли в номер, смотрели сериал «Очень странные дела». Уже не пошли на ужин, потому что невероятно просто устали. Жара истощает очень сильно. Сегодня мы проснулись, позавтракали и все-таки приняли решение не идти на море. Пошли на бассейн. Я total white look. Не просто так, еще и с длинным рукавом опять. Потому что аллергия уже пошла и сзади на плечи, и по всей длине рук. Очень это беспокоит. Будем сегодня заходить в аптеку для того, чтобы купить какие-то лекарства или мазь, не знаю, что продадут. Сейчас идем ужинать, кушать паэлью и пить сангрию. Артем, наверное, будет страдать опять, кушать что-то другое. Ну, посмотрим, что будет в меню. Нам посоветовали неплохое место. И сказали, что там прям... Думаю, будет круто. Так, мы пришли. Называется место Las Olas. Испанец порекомендовал. Вот такой вид, шикарный, сопровождает нас везде, на море. Артем очень расстроился, потому что он сегодня не будет кушать. Мы заказали только мне паэлью. И потом, наверное, будем искать где-то пиццу, потому что другую еду он не ест. Противный ребенок, честное слово. Мы уже заказали сангрию, я уже попробовала. Очень вкусно. Смотрите, с каким видом мы сегодня будем ужинать. Просто невероятная красота. Артем, тебе нравится наш вид? Ага. Короче, прикатили к нам такой столик. Я вообще не знаю, какого размера будет это блюдо. Но Артем прям супер недовольный сидит. Не больше, чем мы ее не довольны. Выглядит прям супер аппетитно. Ну как тебе, человек, который не собирался есть? Очень-очень сытно. Очень большая порция. Артем, конечно, немножко поклевал. Слава богу, хоть что-то съел. Короче, понесли все это в такой огромной тарелке. Артем немного поел. Я забрала большую часть. Ты живой? Добрый, напомидительно ел. Анна, я дала себе знать. Мы зашли в магазин. Купили сигару. Я смеюся с того, что Артем похож на женского парня. И будет сейчас ее курить. Оп. Я очень любую своих подписчиков. И я хочу, чтобы они... В очи им дивись. Я хочу, чтобы они смотрели все. Мои влоги были очень активными в моем инстаграме. Это для меня очень важно. А также ставили лайки, подписывались. Так. И ставили колокольчики или как-то? Я считаю, что так. Так-то супер. Нам еще требует купить брелочек. Брелочки. Когда не знаешь, на каком языке разговариваешь? На словацком? На словацком, на английском, украинском. Еще испанский можно добавить, да? Ола, ола. Ага, сейчас 300 испанцев на тебя набегут. А, не так. Таких как можно, знаешь, сколько? Очень много. Понятно. Ну ты что, давай людям покажем закат? Да, давай покажем закат. Так, а в чем делает себе кофе? Мелание. Мелание. Очень тяжело мне делать это кофе, но попадет. Я тружусь каждое утро. Ради нас. Очередной тяжелой. Я сейчас на выбор хлопья, булочки. Тут можно сделать себе тостеры. Так, у нас тут подают фрукты. Здесь у нас картошка, брокколи. Остальное, я думаю, не едим. Вот этот омлет. Типа омлет, но он вообще невкусный. Вот так проходит наше утро. Предпоследний день. На море мы, к сожалению, не пойдем, потому что я сейчас в рубашке на бассейне. Но зато очень приятный вид. У нас сейчас припоследний день. Мы сходили, скупились. Будем кушать сегодня в номере. И обсуждаем с Артемом. Я ему говорю, отдых был какой-то и быстрый, и медленный одновременно. Ну, нам так показалось из-за того, что мы уже здесь во второй раз. Получается, мы не тратили время на поиски даже тех же магазинов, каких-то путей, остановок. Мы просто уже по памяти почти интегрировались. Ну, то есть, немножко посмотрели Google Maps. Все, уже дальше поняли, уже вспомнили. Поэтому и кажется такое. Если бы были много вместе, тогда просто все бы там осматривали, рот бы открывали. Казалось бы, наверное, что вот мы больше, больше чего-то видели. То есть, все это для нас уже не очень-то удивление. Просто, ну, уже начали. Вот так вот проходит наш обед. Очень странные дела и суши. Решили покупаться на закатном солнце, как в первый день. Людей, конечно, довольно много. Последнее наше купание. После чего мы пойдем в номер и уже будем готовиться к выезду. Не верится. Так быстро время прошло. Надеюсь, я смогла вас вдохновить на что-то и передать вам красоту, которую мы тут ощущали. Мы выселились, сидим сейчас в лобби. Я попила Кока-Колу. Столько выпитой Кока-Колы, как в этом отпуске. Я не пила никогда. Поэтому по приезду в Братиславу будет полный детокс. Но я ни капельки не жалею. Потому что было классно. Скоро пойдем в магазин, купим прошутто домой и будем ехать в аэропорт. Мы прошли контроль. Нам родители дали задание купить испанского вина. Мы его уже нашли. И сейчас идем на касту. Вообще все так быстро, легко, классно. Без вот этих штампов. В Европе очень удобно путешествовать. Прям классно. Ой, так выкидывается. Мы сидели, ждали 20 минут. Нас перенесли на другую платформу. Мы просто идем за людьми. Даже нигде на табле не написано ничего. Будем стараться соображать, что нам вообще делать. Вот именно. Как можно найти? Ты снимаешь, если я голова круглая. Я просто в шоке, если честно. Ура! Наконец-то начинается посадка. Но время у нас... Прекрасно. По факту, так этими ожиданиями все не закончилось. Мы еще сидели час в самолете. И мы, скорее всего, опоздали на автобус, который идет на Братиславу последний. И поедем аж на автобусе, который будет в 4 часа утра. И на 10 часов утра я записана на консультацию со стилистом. Это просто супер. Начать достижение. Нужно урасти. Хорошего нам полета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok